Играя в Call of Duty Mobile, ты со временем начинаешь понимать, что ты попал в какой-то замкнутый круг. Каждый месяц мы получаем новый БП, ребаланс одних и тех же пушек по кругу и, конечно же, новоиспечённую имбу, которая впоследствии нерфит к чертям собачьим. Этот сезон не то, что не стал исключением, а мне кажется, что на фоне его предыдущие сезоны просто меркну. И это всё из-за него. Всем здорово, мужики! Новый сезон, помимо новых незабываемых ощущений, подарил нам Один. Поэтому в сегодняшнем видео мы с вами разберёмся, настолько ли он хорош, как о нём все говорят. Вообще, в этом сезоне апнули многие штурмовые винтовки, и теперь они очень достойно себя показывают на средней дистанции. И могут даже огрызаться со снайпушками. Первый день обновления, как только я взял Один и попробовал пострелять с него на дистанцию больше 50 метров, я понял, что в сборке он будет разрывать всё, что находится на его пути. Но об этом мы поговорим с тобой чуточку позже. А пока, братишка, подписывайся на канал, если ты тут впервые. Не забывай прожимать жирный мужской палец вверх и, конечно же, смотри это видео полностью, чтобы не пропустить ту самую ПК на разрывающую сборочку. Давай нашу, богатырскую! Один в окуле и шкуре. Шкура. Как обычно, начнём с вами с тестов. Давайте посмотрим, какое урон на расстоянии 5 метров будет у Одина в разные части тела. Хочу вас предупредить, что, во-первых, все тесты были выполнены профессионалами, во-вторых, я тестировал Один сразу с модулями, которые у меня стоят в королевской битве. 72 урон в голову у штормовой винтовки. Неплохой такой показатель. 57 в грудь и 48 в остальные части тела. Давайте рассчитаем, сколько урона нужно будет на расстоянии 5 метров, для того, чтобы сбрить противника. Для этого мы, как обычно, обратимся к нашей инновационной таблице. Складываем 3 показателя, урон в голову, грудь и в остальные части тела. Средний урон получаем 59. А теперь делим 250 хп на 59. И получаем результат в 4-5 пуль. Быстро ли это? Это у нас было расстояние 5 метров. Не лучшая дистанция для штормовых винтовок. Поэтому давайте попробуем определить, до какого расстояния у нас сохраняется под 1 урон. 20 метров. Та дистанция, на которой для того, чтобы убить противника, нам понадобится 4-5 пуль. Мужики, но сначала я хочу посоветовать вам магазин CP в телеграм-канале CP Donater. Серега продает CP по доступным ценам. Также у него вы можете заказать новенький батл пасс, даже если у вас в магазине нету CP. А если вам понадобится новенький индийский аккаунт, на котором все цены в 2 раза ниже, чем на вашем, то за символическую стоимость вам его быстро создадут. Братишка, все ссылки, как обычно в закрепленном комментарии. Переходи по ним и знай, что Ромчик плохого никогда не посоветует. Дальше у нас урон падает до 67 в голову, 54 в грудь и 45 в остальные части тела. Снова обращаемся к нашей инновационной таблице. Что бы мы с вами без нее делали? Получается, что на расстоянии от 20 метров для того, чтобы убить противника, нам понадобится всего 5 пуль. И такой урон у нас сохранится до 42 метров. Дальше у нас снова идет падение урона и уже более значительное, чем предыдущее. 54 в голову, 43 в грудь и 36 в остальные части тела. Тут уже для того, чтобы убить противника, понадобится аж 6 пуль. Какие выводы мы можем сделать после наших тестов на полигоне? Во-первых, Одан это самая мощная штурмовая винтовка. Во-вторых, по сути, Одан у нас стреляет одиночными патронами и имеет самые низкие темп стрельбы. Я не знаю, кто тестит пушки до их появления на глобальном сервере. Я не знаю, как можно было допустить вообще оружие вот с такими статами в принципе до релиза. Да, у него маленькая скорострельность. Да, у него присутствует отдача и на расстоянии это чувствуется все больше и больше. Но для того, чтобы убить своего противника, с Одана понадобится от 4 до 6 пуль в среднем. Чтобы вы понимали, с голд дальностью в королевской битве его урон в голову равен 108. Мне кажется, некоторые снайперки не выдают такой урон с одного выстрела. Одан с пола, имба. Одан с борки, дисбалансное оружие. Я уверен процентов на 99, что уже в следующем обновлении Одан понерфит. Как это случилось с Маком? Хотя Мак и после нерфа неплох. Что можно брать в пару к Одану? Так как Одан может стрелять абсолютно на любые дистанции, в пару к нему я советую брать именно дробовик. ХСО, байка, КРМ, без разницы. Выберите из этого то, что вам больше по душе. И вы будете чувствовать себя неуловимым Джо абсолютно на любой дистанции. Как правильно использовать Одан в королевской битве? С ним на самом деле особо и не надо думать. Все, что вы должны научиться делать, это контролировать отдачу и хорошо трекать. Когда вы прочувствуете эти моменты с Оданом, дальше он будет делать всю работу за вас. Его очень сложно перестрелять за счет его быстрого ТТК. Но все равно не особо наглейте, потому что в этом случае любая ваша ошибка приведет к смерти. Советую больше Одан использовать на расстоянии 15 плюс метров. Там мне кажется он раскрывается во всей красе. В упоре он неплох, даже от бедра может хорошо так залететь. Но я его собирал именно для работы на среднюю дистанцию и как я уже сказал, там он себя чувствует максимально комфортно. Плюс для клоуза у вас всегда будет с собой дробовик. Давайте наконец-таки перейдем к моей сборочке. Она получилась достаточно интересной. Поиграв с Оданом в первый день я понял все его плюсы и минусы. Самая главная его проблема это отдача. Поэтому я знал, что все мои модули будут направлены именно на это. И понимал, что моя сборка будет супер тяжелой. Глушитель колос. Модуль, которого нет у других штурмовых винтовок. И он нам дает целых 40% крынже. Но при этом время прицеливания нас очень сильно страдает. Далее вешаем метки стрелок УВЦ, ствол который уменьшит нам отдачу. Плюс опять же таки дает еще 35% крынже. Третьим модулем у нас идет передняя рукоятка рейнджа. Скорость прицеливания покинула чат. Продолжаем бафать контроль отдачи. Ну и конечно же точность стрельбы в прицеле. Все-таки основная наша задача это стрельба на среднюю дистанцию. Поэтому очень важно, чтобы пули летели туда куда нужно. Поставив эти три модуля я хотел влепить сюда еще и приклад. Как бы он так и сделал. Но поиграв именно с прикладом, который давал кучность стрельбы и горизонталку, я не увидел особых изменений. Поэтому четвертым модулем в моей сборочке стал тактический лазерный прицел УВЦ. Который хоть как-то улучшает время прицеливания, тем самым облегчая нашу сборку. Плюс в качестве бонуса идет баф точности стрельбы в прицеле. Как и у приклада. На самом деле у Одана есть еще один минус, про который я еще не сказал. И сейчас я объясню почему. В базовом варианте у него 20 патрон. И это действительно немного. Самый большой магазин даст нам всего плюс 10 и получается, что у нас будет 30 патрон. Этот ход от разработчиков очень логичен. ШВ с хорошим уроном, которая страдает от нехватки патронов и не самого высокого скорострела. Только вот они не учли тот факт, что в королевской битве на полу валяются магазины. Золотой магазин прибавит Одану целых 25 патронов. Его конечно не так просто найти, но даже синий добавит нам плюс 15. И это будет больше, чем магазин сборки. Поэтому я решил вместо магазина поставить сюда прорезиненное покрытие рукоятки. Для того, чтобы в очередной раз апнуть кучной стрельбы в прицеле. Да, дополнительные 10 патронов это прикольно. Но мне кажется именно в этой сборке актуальнее будет смотреться рукоятка. Плюс она не режет скорость прицеливания, как магаз. Вот так сборка выглядит целиком. Это для тех, кто постоянно в комментариях ворчит, что я не показал сборку. Как я уже и говорил, получилась она тяжеленькой. Но поверьте мне, это того стоит. Давайте перейдем к перкам. Во-первых, это обязательно магазин. Так как мы его не поставили в сборке, у нас будет всего лишь 20 патронов. А это максимально печально выглядит. Вторым перком ставим дальность, для того, чтобы у нас урон на дистанции падал меньше. Плюс, если найдете золотую, урон в голову будет выше 100. Ну и третий перк на выбор. Если хотите облегчить сборку, ставите быстрое прицеливание. Сложно контролировать отдачу, ставите бицуху или же вертикалку. Ну а если вам вдруг не хватает точности в прицеле, подбирайте перк, чтобы эта точность стала выше. Давайте подводить итоги. Одан мне лично понравился. За все эти дни я получил много отзывов по поводу этой пушки. В большинстве своем они были положительными. Но без отрицательных никуда. По моему мнению, это имба. Если научиться хорошо обращаться с Оданом, в ваших руках он будет оружием массового поражения. Вообще, я давно ждал такую пушку в Call of Duty Mobile, с которой можно будет стрелять на средней и дальней дистанции. И урон действительно будет регать. Хотя после апа скорости пули для швы, очень многие ганы раскрыли свой скрытый потенциал. Мужики, на этом я сегодня с вами буду прощаться. Спасибо тебе, что досмотрел этот ролик до конца. Я всегда стараюсь сделать видео таким, чтобы его было очень легко смотреть. Но при этом оно несло в себе максимум информации и пользы. Поэтому не забывай подписываться на канал, если ты тут впервые. Обязательно оставляй свой жирный палец вверх. И конечно же пиши в комментариях свое мнение. Мы скоро с тобой услышимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok